Всем привет дорогие зрители и подписчики наших каналов с вами снова Артур и я Артем мы продолжаем проходить Dead Space 3 всем привет расскажи пожалуйста что мы тут забыли на этой огромной космической станции не ну дело в том что мы сюда пробивались Келли вообще у нас взорвался корабль и нас с осколком отнесло мы скорректировали курс и пошли к кораблю от которого собственно исходил сигнал в бедствии или в итоге команда команда которая с нами попала шлюз их похоже сожрали там по переговорам в рации и тут мы нашли вот в этой комнате Элли нашли и остальных ученых и сейчас нам нужно двигаться сейчас я прочитаю короче куда нам нужно двигаться дело в том что с момента последней записи у нас прошло пара тройка дней Элли наткнулась на этот затерянный корабль она считает что адмирал узнала нечто важное о вавелисках и некроморфах но ей не удалось расшифровать адмиральские записи не факт что это выйдет у меня но попытка не пытка попробую понять что хотел искать адмирал в общем в общем конечно встреча айзека и или была не самой теплой несмотря на все ожидания если кто че слышит это снова проснулся человек сосед я возьму арест поднял ты видел есть фундмарест лежит а я его до этого еще брал между самыми мы забрали себе по плазм который поставили классический прицел потому что это венрардные круто нам сказали в комментариях и тут мы категорически согласны так точно так нужна твоя помощь чтобы попасть на тех по лобу на пробиваться это поэтому же лифт вызывал мы с лифта не приехали случаем нам туда когда тут закрыли точно да блин я совсем забыл здесь лежит какой-то нет здесь ничего не лежит все хорошо короче говоря у нас же вроде как несколько костюмов крутых ну да ну да так сказать это было быстро мир умер и все что ты думаешь о нас верно я никогда не взял на тебя о нет ты взял на мир я зарплатил мою деньги а не думаешь я уже сглотил айзек это макия что там ты с нами? Мне кажется, что у меня есть выбор. Офигеть, это же та самая? Это та самая. Ой, я её ненавижу. Я как помню с первой части ещё. Это капец. Это Левиафан называется. По крайней мере ещё пальцы его. Или очень похоже. Так, ладно, куда стреляем? Пока что вроде оно не предпринимает попыток нас. Ну да, одну конечность конечно отстрелили. Нам похоже нужно по новой запустить. Так, я держу. Сейчас мы поджарим эту сволочь. Там лезет что-то. Это собака. Собака? Тут клещня его ещё. Это так клещню буду отстреливать. Ааа, попал. Так, собака уехала. Клещня проснулась, да, я смотрю? Да, да, да. Ещё ехал. Всё отлично. Так, хорошо. Нам сейчас, возможно, надо будет вторую тоже запустить. Судя по всему, да. Все три таким макаром. Так, ну плазма-каттер это, конечно, прям такой. Надо его и взять, да. Да, это универсальное оружие, если мы всё им будем проходить. Первую, вторую. Вообще я проходил, конечно, со штурмовой винтовкой. Это моё любимое оружие в этой игре, а тут её нет. Чеха. Ох, иди нахуй. Котовка. Вроде больше никто не идёт. Так, вам давай, допускаю. Давай-то эту? Фига, твою эту, да. Ну, задняя. Не-не-не-не, какая страшная была хрень. Там к нам идёт ещё один, бегу. Точно слазис. Забываем. Ещё-ещё. Топчил, топчил. Так, оттел. Ой, тихо, это ж теперь. Нет, я лучше, пожалуй, возьму оружие с дробовиком, чтобы сдерживать пока тут. Есть такое дело? Решил логику не требует. Микроморф. Ненавижу. Там ещё кто-то лезет с вентиляцией, по-моему. Весьма может быть. Так, ладно, это не припрываем. Вовремя. Вовремя, да. Да. Со спины я вижу идут. Со спины я вижу идут. Во, вошло теперь. Так, хорошо, ещё одна щупала. Отлично. Кстати, сложность очень правильная. Именно что... Враги сносят с двух, с трёх ударов. Да, то есть, ну они, в принципе, и сами погибают. Но баланс в общем игре хорошо сделан. Ой, партон. А идея последняя. Ну да. Тихо, тихо, не кричи, пожалуйста. Фу, запускай движок. Да. Да нет, он вроде бы запущен. А, ну да, ротор крутится. Нормально. Люди говорили, что здесь вроде как что-то наподобие открытого мира, что ли, есть в будущем на Тау Валантис. И там есть куча дополнительных миссий, короче, которые, если открывать, то будет больше именно сюжета, сюжетных моментов. Если это правда так, то не сомневайтесь, будет пройдено абсолютно всё. Это круто будет, да. Потому что тут дело до фанатизма, это Dead Space. Это да. Так, ну что, нам нужно выходить, по-моему, куда ты пошёл. Там же дверь дома. А, выход у нас. Вон дверцы. Ага. Только это та дверца, нет? Ну да. Да вроде да. Опять забрызганные кишками стены. Ну ничего удивительного. Всё как всегда. Так, напарник заблокировал лестницу. На чем ты это сделал? Приглядит. Вот просто. Просто захотелось могло. Слезай. Так, ну вот это вот именно то, что в последних двух сериях, это, по-моему, вообще шикандос просто. Угу, да. Экшон. И вот именно срежиссировано всё. Да, да, да. Просто офигенно. Так. Главный генератор. Ну, собственно, да, направляемся. Не знаю, пока что вот такие вот в основном... Ох ты, ёлки-волки. Ну, я же говорил, что... Помнишь? Помнишь, да. Как раз. Люди, которые скачали пиратку там, ну, чтобы прогулять в школу пятый класс, конечно же, величайшие критики говорят, а-а-а, запороли серию. Пока что могу сказать, что это прогресс, скорее чем. Нет, не знаю, мне всё устало... Ой, вовремя ты застанила, ты меня сейчас расчленила. Мне в игре устраивает. Не расчленяйся, пожалуйста. Критиков полно, короче говоря. Они не всегда были. Да. Причём большая часть из них ни копейки не отдали за игру. Да нет, я даже не в этом. Просто сама по себе играет, вот прям такая дышит бюджетом огромным. Это круто. Посмотрим, конечно, что дальше будет, но думаю только лучше. И говорят, что в игре просто офигительный сюжет. Пока да, пока согласен. Опасность, входите в Zero-G. Блин, тут всё прикольно, ещё такой старинный там. Угу. На подводку похожа какую-то. Советскую. Это, наверное, советский корабль. Космический. Бой, какой вкусный. Бой. Ого. Ого. Ой-ё-ё-ё-ё-ё-ё. Эх. Что это? Полупроводник. Ну, это запчасти для всевозможных там улучшения оружия, я так понимаю. Да-да-да. Мы, кстати, уже можем, если верстак найдём. Я просто не стал. Мы между сериями и верстаками подошли просто, чтобы забрать свои более хорошие вещи. Ну да. Я уже посмотрел, мы там уже можем улучшать плазмокаттер, допустим. То есть я, по крайней мере, могу вот эти вот всякие шняшки, которые мы собрали. Угу. Так, смотри, что это у нас такое. Электрический инженерный интерфейс. Ждём напарника. Ээээ. Ээээ. Хы-хы-хы-хы. Щё. Такая головоломка, короче. Ага. Мини-игры. Никуда не делись. Просто нужно успеть вдвоём, короче. А там как отсчёт идёт. Ну да, ну понятно, что потом, наверное, все это будет намного быстрее Да, но это было дико сложно Факт Форест Гамбо прошел, да Окей, сейчас крепим Хорошо, а что мы сделали? А, мы плит на палубку Открыли минимум лифт этот Так же, что происходит Да, посмотрим Да, то что такое? Не знаю, уже не первый раз вижу Мне кажется, это какой-то там аварийный тормоз там Японом, мать, это смотри Топ-кран Да, станция просто огромная Ну да, мы как бы сами догадались К чему этот был диалог Ну ладно Кстати говоря, еще сказали, что У нас, что самое интересное У каждого свои приходы будут То есть, ты не будешь видеть то, что я вижу А я не буду видеть то, что ты видишь Это по-у-шикарно И так проблема Да Смотри, лифт какой Прям, я не знаю, какое-то вот это вот все Таким Уже лет ему сколько Офигеть То ли биошоком, то ли еще чем-то Он дает Ну что-то есть, да Такое Стимпанковское что-то Так, ты налево и направо, как обычно Так, у меня стена, как обычно Тихо Эта дверь так захлопнулась Да ну нафиг Смотри, олень Трофей Очень как-то не к месту смотрится она тут Не, ну почему Кресло вообще тоже такие еще старинные Каю-то лист Кто-то нарисовал О, мой Бог О, мой Бог Отличная. Да, крутая. Эли. 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 Машина. Я думаю, что она верила, что она контролирует маркерами. О, мой бог. Она хотела это отключить. Она написала это снова и снова, как мантра. Или инструкции. Это именно то, что мы смотрим. Это не просто разумная планета. Они нашли основу. Мамы не могут. Боже мой. Что это? Хорошо, давайте перегруппим в руку. Мы можем перейти от этого. Ларк, снижай ее, давай. Ларк. Что за редиск? Такой эпичный момент. И мне какая-то нехорошая. Человек. Для них хорошие присылают постоянно сообщения в скайпе. Ну да. Это, похоже, есть адмирал. Да, это что-то вроде капитанская кайда. Ну да, видишь, посмотри. Она стрелила, что ли? Или она просто умерла? Не знаю, неважно. Ну ее тут заперли, короче говоря. Она там что-то... Так, текстовое сообщение. Ну-ка, ну-ка. Ну читай. База данных. Включи это. Оно говорит, включи это. Оно в моей голове говорит то, чего не слышат другие. Только я. Только я. Включи это, включи это, включи это. И все закончится, и все закончится. Как-то так. Он сходил с ума. Да, потихонечку. Тихо шифером шурша, как говорится. Так, сообщение. Оно в этой мере, в этой айс-кюре. Солдеры, которые могут бороться в войну. Теперь, кто-то мне скажет, что, Бога, что мы за что-то хотим? Мы за что-то хотим? Мы за что-то хотим, генерал. О, хороший бог. С поддержкой войны и наша способность бороться в этом душе. Мы без денег, без правительства, без правительства и без времени. Просто отвечай мне вопрос. Что мы за что-то хотим? Моркеры. Вы должны быть виноватым. Нет, генерал. Я не. Я не сказал. Я не сказал, что я не сказал, что я не сказал, что я не сказал. Я не сказал, что я не сказал, что я не сказал, чтобы вам дать полный рейтинг. Ты должен был от вашего бога. Генерал, вы обвините. Да. Ну и собственно, вот он результат. Ну да. Так, найден артефакт. Что за артефакт? Личный дневник Элли Лэнгфорд. Я не знал, что он почувствовал после встречи со мной. Он многое пережил. Мы вместе это перенесли. Прежде чем уйти, я попробовал объяснить ему все. Но он поступил как обычно. Ушел с этим тревожными мыслями в себя. Я спросил, как он собирается бороться со своими демонами. Он сказал, что некоторые вещи должны остаться похороненными навсегда. Копание в прошлом ничего хорошего не сулит. Как такое плохое чувство вяжется с тем, что мы снова оказались в гуще событий на этой двухсотлетней флотилии. Нормально. Это она про Айзека. Я так понял. Окей. Ушел с Буковом. Мы распределили шутлет из трансфорта. Он называется Кружер. Если мы можем найти его в специи, мы можем использовать его для достижения на планете. Нет возможности. Мы найдем шутлетку, и мы будем уйти от этого. Блокое, Роберт. Если мы не остановим маркер, там не будет ничего. В любом случае, выглядит ли шутлетки только открыты. Где это? Нормально. Как мы это сделаем? Айронмен такие. Особенно у тебя. Ну в принципе крутые выглядят вообще просто шикарно. Пушка прикольно разрисована так. Пушка, да. Пушка фанатиков. Не знаю. По-моему только плазмакатор. Только хардкор. Я конечно... Тихо-тихо-тихо-тихо. Вроде спокойно. Блин, эта дверь так хлопает. Полин, я думал, сзади уже. Кто-то высказал. Но мы вернулись на тот же этаж. И теперь у нас открылась дверь тут похоже. Да, вот она. Отлично. Ага. Помогу. В общем, про обелиски. Некроморфы не самая страшная вообще. Тема обелиски куда страшнее. Да. Так мы будем долго, может, эту лекцию слушать. Так что лучше присесть. О, вот она наша планета. Ложь написан на экране. Угу. Ага. Ты присел? Да. Адмирал Грэвз, спасибо. Я поставил. А, мне показалось. Так. Короче, я поднял еще один дневничок тут. Где-то еще. Дневничок от адмирала для личного состава, в общем-то, этого корабля. Так. Хочу выразить признательность каждому члену экипажа за участие в этой, без преувеличения, исторической экспедиции. Сегодня, как никогда прежде, человечество столкнулось с катастрофическими обстоятельствами и вынуждено идти на риск по имя благородной цели. И пусть не все из вас посвящены в детали этой миссии, знайте. На карту поставлено наше будущее, наши надежды и наши мечты. Судьба колонии в наших руках. Было много пафосов. Все, короче, сюда прилетели, спасали землю и погибли. Адмирал реально фанатичка в этом плане оказалась. Ну да. Асирана, я так понимаю, это был как раз вот тот полковник, который застрелил в своем выступлении. А, смотри. Вот эти вот штуки, которые светились на стенах, к ним подходишь, нажимаешь кнопку, и тут появляются разные фиговины. Так, там их дофига. Ну ладно. Ну, в будущем будем использовать. Угу. Я какой-то преобразователь взял. Эй! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ой, это ж та самая хрень. Только она какая-то совсем противная. Здесь льда. готов еще лезут на несколько четко все нормально в руки не зато тут пушка евангелист она выруливает я пытался переключиться на плазмокатер но он дал этот дробовик особенно на ближних расстояниях просто просто отлично справляется как мы будем так вот на такие расстояния перебираться все это уже в тысячи километров находится это по моему не знаю хотя у нас есть костюмы неплохие но все равно там акадеева опять кровища кругом нормально привычно что там нашел то ничего так ладно я как обычно все на первых право логично не ощущение что мы тут были уже по мусорам мы просто идем назад часа и как тобой выбираться отсюда но наша команда так понимаю тут все погибли мы будем надеяться что будем надеяться что вот но посмотрим так здесь у нас кстати говоря есть по моему инженерный столик да кстати где-то вроде бы давай посмотрим как улучшить оружие тут он стоит короче говоря вот допустим модификаторы оружия третья вкладка убираю плазмы каттер можно модификации верхнего блока модификации нижнего блока у меня два доступна для каждого в пустой я поставлю у меня уже ничего нету темп не тратил просто да нижний нижний я смогу только понятно не так много ну все а здесь вот создание дата тобой мы и аптечки она и статистной батареи то есть но пока что создавать чего-то и вообще не вижу смысла выпадает на достатке окей из сейфа тоже брать ничего не стану ну да так ну что доберитесь до терра новая челнок кразия который мы ищем находится внутри огромного звездного мула называемого терром нова похоже после восстановления питания на орала ноке активизировались радиомаяки транспортной системы флотилия она мне понадобится чтобы перемещаться между этими кораблями так вот все сейчас могут не нужно сказать такую на приятного что мы идем судя по всему за костюмами ну это круто а чего ты это взял потому что попробовать нажать на локатор ну да да в котором маршрут показывает и просто ааа точно да есть есть такая штука гардероб надпись очень радует а вот собственно и он ну хорошо так я не могу войти пока ты скамфандр был разблокирован костюм н7 костюм свидетеля костюм контактера сменить костюм ой я даже не знаю костюм 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 свидетеля ты же у нас главный фанат по массы эффекту факт поэтому я его пожалуй возьму подавляет я думала уделить но посмотрим по словам интереснее давай удачи бро вернуть через недельку в отпуске тел сейчас опыт никого мне мой конечно сообщил оооо окупы н7 да это это но да детка так же можно улучшать костюм но пока что а и кстати улучшение покупается судя по всему по точнее за вот эти вот металлолом и прочее что поднимаем то есть не за силовые узлы костюм свидетеля костюм контактера сменить костюм свидетель какой-то расписанный вот контактера уникальный костюм для выхода в космос предназначен для контакта короче говоря это на баланс никак не влияет потому что эти костюмы они все равно значит просто выглядит по разу ну да по фану просто выбрать мне мой стандартный нравится тут шлем очень крутой ну посмотрим на новый а контактера брать не буду он какой-то слишком разрисованный может быть позже возьму если так просто посмотреть что на себя представлено вот оно что это же данный стандартный костюм на классический да очень богатый кроме шлема толкового скафандр 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 это обычный понятно как давай я посмотрю все таки свидетельцы ну давай да интересно этот позолоченный он как этот то есть все именно по научным и сделал потому что но позолочено но блин понял реакция сталкивает и все там все дела а зачем вот объясни мне на таком костюме воротник зимний вариант мало ли космосе космосе прохладно и нынче нет я все все извиняюсь я и оставляю костюм под актер все пойдем дальше не люблю этот разрисовка гляньте вот такой трофейный какой-то блин сектантов не люблю я все хорошо в этом я пойду пойду золотом серебряный конечно дорогу серебряного черное серебро так ну ладно пойдем так на улучшение тогда посмотрим как нибудь потом да не будем заморачиваться так сюда судя по всему на то что тут все закрыто окей снасти на стене все пропало ну да мы похоже покидаем этот корабль мощно так как и в к нормальный такой товарищ ты грики не ровный и для ровных вообще я думаю веке этот механизм посмотреть под потолком так отлично да мы в космосе так называемого туда эта штука видишь это пополнение запаса кислорода поиск оттуда в открытый космос ну что мы делаем куда мы двигаемся так вон туда а просто хочу тут находиться и все это офигенно да особенно вдвоем вот так вот смотреть как ты летаешь так что за бонусная миссия так грили на все наши и а на все наши иксы поступил за сфорное сообщение похоже на транслируется с грили однако из кораблей из кораблей этой брошенной флотилии кс с к а короче надо будет проверить если будет время я чего-то не понимаю у меня этот покажет обратно по миссии так станок задача а это же гардероб понятно вот задача все понял окей а это откуда понять бы вообще может быть надо сделать это задание просто как активным вы мне вот сюда интимностью меня просто гардеробу включен поэтому не назад показывал м понятно так ну что что тут кислород не надо пополнить причем слишком круто всегда любил космос тематику любил фильмы тип чужих а тут прям совмещено все так ну что открыто но как бы а вот так вот это спасательный челнок или что это или система управления такая судя по всему сейчас мы это все дело куда то будем доставлять туда к нам видимо а я убираю так здесь можно выбрать брусилов мы находимся в рулонок можно отправиться в гриле но нам гриле нужно для разного пошли с брусилова начнем ну давай да по ночи с самого начала ну это офигенно блин я об этом просто мечтал а ты там сзади сидишь просто смотришь да 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 нормально смотри как в этом можно летать вообще не знаю не представляю ну шик просто тебе ответ на вопрос как мы будем добираться с на другую в одну пара церован и легкий фрегат прозвище хирург хорошо и мы стыкуемся или мы похоже пришли так все выход конечно конечно вон он ты посмотри на эту дуру офигеть это чего не он как как танкер какой то что ли четыре пять шесть блоков возможно ну узнаем сейчас так полетели он там мигает я так понял это выход так погнали брусилов и чё-то бруслов а не брусилов это так понимаю что-то с наших краев а что запад у меня что-то влетает что-то где вообще уеда летают с улочкой врачи в в в в да блин что это такое да вот он а вот помню эту хрень да 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 так не хорошо счета а понятно блин давай спасай меня или тишина и смотри все мне хана но короче на счет сложности один два раза она попала все и вообще на не забывайте смотреть на здоровье постоянно потому что мы просто киеву ул 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 не рекруда вот это похоже было необязательно но вот вот она выходит в короче надо и охотно состреливать да но когда да блин готов еще один я на себя пока отвлекая и нет она тебя летит ах сволочь так последнюю надо а че крыжки нет че не все 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 вот теперь все нет 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 вообще не все еще блин так нафиг с твоей стороны вылезла блин с моей стороны вообще неудобно тут стрелять сейчас я облечу все готово отлично короче короче говоря нам на этот корабль судя по всему по главному сюжету не нужно было если бы тупо по сюжету шли то мы бы сюда и не попали а короче мы приблизились тут надо проверить это это офигенно так ну полетели это навсегда было интересно то есть ну да такой элемент опен волда присутствует это это круто ну хорошо я ушлю за ты там где сейчас я немножко подпитаюсь кислородом а то мало ли что не хочет а ладно пес с ним так где вход вообще а вот тут меня посмотри я дыр подержу дверь придержи но ты резкий так я подключусь пожалуй это что-то у меня как-то поплохело после того как я сконтактировал с этими тварями так ну что давай здесь как раз и серию закончим на новом корабле да окей как обычно на самом интересном ну что я пока могу сказать что это просто дико круто вот эти вот нововведения именно в плане вот открытого мира не знаю может оно все по сюжету может не по порядку как-то пошли но пока что я вижу что это именно необязательное задание по которому тупо можно полетать и найти кучу интересного всего сто процентов мне тоже так кажется так что увидимся в следующей серии посмотрим что на корвете брусилов на фрегате вернее с вами были артур и артем всего хорошего комментируйте ставьте лайки пока 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 всем пока и Субтитры сделал DimaTorzok